Привет всем! Я сегодня на выходных стою в Австрии и в Альпах. У нас зима-зима, минус 12 целый день держится. Сейчас покажу в какой стою красоте. Вот наша парковка, леса и вот такая вот красотища. Вот зашел за заправку, она немножко вид закрывала. Вот такой вот отсюда вид. Сейчас посмотрю, если выход есть с заправки. Вон там за знаками, вот там городок какой-то, поселок небольшой. Пойду пройдусь. Да, есть он выход, люди ходят. Вот какое-то интересное заведение с оленями. Не знаю, что там написано по-немецки. Какие-то олени нарисованы, кабан дикий. И вот такая вот бутылка от пенцеля. Чего оно такое, непонятно. Может быть фирма какая-то, потому что рампа подъездная. Так ее просто оформили, интересно. Вот какие красивые деревья, увы не сказочные такие. Вот речка течет. Вообще такой класснейший вид. И сейчас пойду в этот городок. А вот так это выглядит с моста. Люди гуляют через речку. А там мостик какой-то пешеходный. С этой стороны вот так. Пойду, наверное, я по пешеходному мостику. А то хожу по асфальту, тут тротуаров как бы нету. Да, так уже ощущается настоящая зима. Лицо так морозом стягивает. Такая вода чистейшая. Вот такой вот деревянный пешеходный мостик. Прикольно. Прикольно. Такой интересный проход под дорогой. Ага, тут вода с гор печет, оно так сделано. Сверху лед намерз, а под низом вода течет. Городок этот называется Шнан. Это такое интересное название. Это я только что вычитал в гугл максе. Сначала думал, может понад дорогой будет указатель какой-то. Вот поднялся сюда в городок, это у них, наверное, центральная улица. Честно сказать, от таких вот домиков австрийских с деревянными балконами я тащусь просто. по всей видимости, когда нет мороза, там течет подобие водопада. Вот такая церквушка небольшая. Расписание автобусов. Ага, вот написано название города, карта. Вот карта вообще этой всей местности австрийской. Показатели куда лыжникам, велосипедистам, просто ходящим пешком, футболистам и водоплавающим. Вон такой хаус. Это возле церкви какой-то железный человек с книгой стоит. А елка просто обтянута гирляндами. Такая вот красота. И сверху сидит замерзший орель. Железное распятие. Что-то написано. Вот это я вообще не могу. Класс. Из дерева сделано. Написано видать. Пожалуйста, не переступайте через веревку, я так понимаю. Класс. Ага, и вот еще так отсюда. Я так понимаю, тут где-то недалеко есть горнолыжная трасса. Потому что только что приехали люди, какие-то туристы. Они были в лыжных ботинках. Они с автобуса встали. Ну, видимо, тут где-то жилье снимают. А на автобусе ездят на этот курорт горнолыжный. Чего-то с непривычкой от мороза. Язык плохо разговаривает. Уютненько. Новогодний поезд с подарками и дедушка мороз стоит под елочкой. Все равно, как ни крути, домики они так со вкусом, конечно, строят. Вот и все. Дошел до окраины этого населенного пункта. Несколько улиц идет на разных уровнях. Вон еще сверху какой-то, наверное, отель. Их тут, наверное, много. Они здесь, скорее всего, на туристах многие зарабатывают. Обыкновенный вход в дом. Никаких заборов, двора, ничего нет. Необычно как-то. Вот решил еще пройтись в другую сторону. Как говорится, из края в край. Мы с ребятами в прошлом году стояли тоже на такой, на подобной заправке. Где-то по этой же трассе. И тоже в небольшой городок рядышком был. Ходили гулять. И вот нашли там в центре города какой-то фермер живет. И там автомат такой, к примеру, как газированная вода была в СССР. Что кидаешь монетку, вода бежит. А тут на подобие кидаешь монетки и молоко. Свежайшее молоко. Ну и там накидал на какое количество денег и столько тебе набегают в баклажку. Так мы пошли там в баклажки взяли, набрали молока. Молоко вкуснейшее. Ну тут действительно на альпийских лугах коровы пасутся. Чистейший воздух. Понятно. Почему ж ему не быть вкусному этому молоку. Он тоже парень идет в костюме. И только что на остановке девушка стояла с рюкзаком. Да, вон визники пошли тоже. Что-то здесь недалеко видать есть такое. Горнолыжное. Горнолыжное. Вот такие домики еще красивые. Оно типа вьется, типа плющ. Листья не замерзают на зиму. Интересно туда наверх как-то забраться можно или нет. Вот я добрел до второго конца населенного пункта. Дальше интересного нет ничего. Можно возвращаться назад. В будку свою. Ну что, заканчивается моя зимняя альпийская прогулка. Пора возвращаться. Потому что уже чего-то морда лица замерзла. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Всем пока. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.